Если человек стоит перед выбором изменения своей жизни, решения жизненных проблем, ну, естественно, самое первое — это намерение. Это намерение человека, и есть разница между просто желанием и просто намерением. Если говорить о намерении, кто-то это волей называет, кто-то это энергией, которую мы направляем, как команду конкретно для нашего подсознания. И это очень важный момент. Потому что даже если человек работает с психотерапевтом, если у него нет намерения, то какие бы техники я ни использовала, они могут не дать результата. Совершенно. И с чего надо начинать? Если говорить, на самом деле переписать свою жизнь на сегодняшний день современными психотехнологиями, можно, правда, переписать сценарий, абсолютно и полностью. Абсолютно и полностью. Но исходя из того, что люди застряли в своей игре, они мало осознают себя, и игрой управляют те шаблоны, которые записаны в нашей эгоструктуре, которые чётко записаны в подсознании, и они записаны и из своего опыта. Где-то через эпигенетические структуры мы получили наследственные модели поведения от наших родственников, то как минимум надо осознать, что есть я и есть вот эти шаблоны. Если говорить, мне нравится Роберто Саджоли, это направление психотерапевтической, психосинтез, где он нарисовал структуру личности, которая напоминает условно ромашку. И вот в центре есть головка этой ромашки, это я. Это я как осознавание, просто я как я, как себя. И лепестками мы можем обозначить это некие наши роли, которые мы играем непосредственно в этом обществе. К сожалению, вот из моего психотерапевтического опыта уже, слава Богу, 25 лет, огромное количество людей, вот я как я, не осознают. Настолько они спящие, играющие в те или иные игры. Да, мы обучаем какую-то, выучиваем роль профессионала. Будучи ребёнком, мы выучили роли ребёнка. Создав собственную семью, мы выучиваем роль родителя. И нам кажется, что мы это делаем осознанно. С одной стороны, ну где-то оно действительно так, мы осознанно эти дела делаем. Но при этом эти роли мы тоже выучиваем, исходя из шаблона. Исходя из того внутреннего сценария, который у нас конкретно прописан. В нашем эпигеноме прописан весь сценарий. И поэтому первое, с чего надо понимать, с чего вообще-то начинать, это, ну, условно назовём, путь героя. Да, потому что если рассматривать, например, как метафорически, мою жизнь, есть герой, есть актёр, который играет, есть зритель, который смотрит, есть киномеханик, который пускает. Ещё выше есть кинорежиссёр, который всё это снял. Ещё выше есть сценарист. И самое интересное, вверху есть кто-то тот, кто заказал всё это. Так вот, начинать надо из героя. То есть, как минимум, это должно быть решение героя. И как минимум, он должен понять, что он не только один герой, который вот просто слепо следует этому сценарию. И изо дня в день, он пошаблонно, день сурка. Да, то есть изо дня в день мы делаем одни и те же вещи, которые прописаны, и мы не очень понимаем. Вот эти мелкие-мелкие шаблонные какие-то действия, которые изо дня в день на автомате нас удерживают. Да, я утром поднимаюсь, и куда я иду? Я иду в ванну, принимаю душ, чищу зубы и так далее. Это ритуал. И этот ритуал, вот он меня всё время удерживает. Да, потом мне надо там доехать до работы. Вот, это тоже некий такой ритуал. Вот, и вот эти мелкие вещи, да, они нас удерживают, и наш сценарий прописан. Поэтому, как минимум, должен найтись хозяин, я, который принял решение, что-то с этим сделать, поменять. Ну, а дальше поэтапно. Надо осознать, что я актёр, я не только герой, выйти в другую роль, я, оказывается, ещё актёр. Так вот, тот я, который в центре, вот эта головка нашей ромашки, да, это я, когда просто я, я никто, просто я. Вот кто занимается духовными практиками, не выходит в это состояние, да. И в буддизме, там, в ведических практиках, в тантре, да, вот это переживание пустоты, когда есть просто я. Так вот, в этой игре, да, как минимум, у меня есть какие-то социальные роли, и это первый этап, когда я, как, ну, как хозяин, то есть я утром просыпаюсь, и я, как хозяин, говорю, так, у меня сегодня то-то, 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 то-то. Значит, мне нужен этот игрок, этот игрок, этот игрок, господа, все остальные, вы отдыхайте. И вот, но я должна помнить, я во всех своих стальных игроках, да, и это наша команда, этой командой надо учиться управлять. Вот это первый шаг. Понять свою команду, понять, чего я хочу, как директор этой команды, как хозяин этой команды, да, потому что, вообще-то, ну, это моя жизнь, да, это жизнь этой моей команды. Но, опять же, это очень условно, когда я говорю о команде, да, при этом, ну, человек достаточно целостен. К сожалению, очень часто мы, правда, не целостны, мы расщеплены, мы расщеплены, там, на хорошего, плохого, на злого, на доброго, на мальчиков, девочек и так далее, да, ну, есть какие-то ролевые игры, вот, и эти игры, они помогают, да, они как бы помогают, они контекстны, повернуться какой-то определенной гранью к какой-то части Вселенной, который в этот момент, ну, с которым мы контактируем непосредственно в данный момент. Но пока нет хозяина, мы спим. Мы просто переходим с роли в роль, и, например, если у меня роль мамы, и у мамы заболел ребенок, то вряд ли я буду чисто играть роль профессионала, потому что мама периодически будет там вмешиваться в процесс и будет говорить, так, а как наш ребенок, как у него температура, что там будет дальше происходить. Вот, и если, например, моя жена поругалась с мужем, да, то, опять же, вряд ли я буду хорошо вести машину, да, потому что она же будет там в раздражении, она будет в злости, и тогда есть вариант ДТП, да, и знакомство с другими участниками дорожного движения, как следствие с ГАИ, да. Вот, это про то, что наши игроки, то есть мы не умеем чисто выходить. То есть нормальный зрелый человек, то есть я отыграла свою какую-то роль, да, я закрыла дверь, я вышла в состоянии я, я никто. Потом по собственной воле я как одела костюмчик другой, я вышла в другое состояние. Я вышла, и эти роли, мы можем их тоже достаточно четко прописать, обучить определенным навыкам. Вот, мы тоже этим не занимаемся. Вот, у нас есть какое-то общее представление, как это может быть, и чаще всего мы этим удовлетворяемся, и поэтому мы не мастера. Ну, все знают, чтобы стать мастером любого дела, он потратит 10 тысяч часов, и как минимум надо составить картинку, представлять, как будет выглядеть вот эта моя роль, этого мастера, да. Неважно, я мама мастер, я профессионал мастер, я водитель мастер, мы не удосуживаемся этого делать. И тогда вопрос, да, кто вот тот хозяин, и зачем ему такая халявная команда. Поэтому первый этап, с чего надо начинать, это посмотреть, какую игру я играю, я ее уже играю. Как минимум, ее надо навести порядок, вот, а потом начать двигаться дальше, конкретно перестраивать. М-м-м-м. Продолжение следует...